особо важная персона эти люди живут рядом с нами и олицетворяют эпоху и творят историю современной россии в эфире первого социального радио авторская программа виктора тартанова добрый день дорогие друзья как сегодня говорят доброго времени суток в моей программе особо важная персона действительно важная персона но этот человек очень скромный этот человек сделал очень много добра потому что он практически самого начала своей деятельности много пропагандировал проблемы еще когда об этом мало говорилось людей с ограниченными возможностями это продюсер это брат дианы гуртской роберт гуртская добрый день роберт здравствуйте роберт я очень рад что ты приехал и ты знаешь вот очень много существует интервью с дианы гуртской и где вы вместе но все-таки я пригласил тебя чтобы поговорить о вашем детстве откуда вы родом расскажи пожалуйста как проходило твое детство и и как потом получилось так что ты вот именно кстати это твоя заслуга ты же с детства как бы опекал с детства именно следил за своей сестрой за ее деятельностью когда на поступил поступил уже специальную школу тбилиси вот об этом обо всем пожалуйста расскажи подробнее во первых огромное спасибо что пригласили честно не ждал я всегда предпочитаю работать за кулисом вот микрофон это для моей певицы я все для этого делаю но раз вы попросили честно виктор я не смог отказать вот и я плохой оратор хочу сразу же сказать но буду стараться отвечать на вопросы честно и постараюсь еще быть чуть-чуть интересным вот раз диана рассказала что очень много интервью как вы сказали наверно многие радиослушатели знают что она родилась в абхазии вот и у нас там был дом но вот мы перед вот тем как включили микрофон мы с тобой разговаривали о том что где я родился каком городе значит честно если сейчас кто-то бы мне рассказал мне было бы трудно представить я жил в шахтерском городе это окраина города и там вот где стоял мой дом там уже начинал заканчивался город и начинался лес такой вплотную до подступал прям да 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 там еще речка была и я знаю чтобы у него картину представить на самом деле для незрячего человека очень наверное нелегко а значит от нашего дома где-то километров два была мельница мельница где мололи кукурузу ну это чтобы сделать грузинскую там лепешки мчади или чвиштари то обязательно надо и мамалыг уже тоже делают совершенно верно вот и значит мы шли с мамой туда соседкой и когда приближались допустим к мельнице мы отгоняли возможно внутри там животных потому что очень много было медведей ну зверей да очень много было медведей там всяких лис белок просто я помню что я был еще ребенком и женщины кидали камни и оттуда просто пулей вылетали вот белок я помню но вот медведи но мне говорили что очень много медведей тоже и в основном женщины ходили только с мужчинами вооруженными то есть так просто идти было опасно опасно то есть такой шахтерский город твой папа вот знаешь некоторые думают что ваша семья вот это положение которое сегодня вы по праву занимаете в обществе да им кажется что вот эти люди значит наверное они на всем готовом так и выросли ничего подобного роберт и диана из простой семьи у вас еще брат и сестра и папа был шахтером да то есть да знаете в чем дело в том что я думаю что большое количество артистов продюсеров те люди которые сейчас известны и популярны они тоже в основном у нас все из советского союза у всех практически одна была история тогда там и не было богатых людей особо но я могу сказать что в грузии в абхазии люди всегда жили как больше чем в достатке вот я честно не помню чтобы вот сейчас своим трудом жили потому безусловно да у нас всегда было хозяйство всегда был сады вот так вот и самое главное где бы ты не жил на ду я думаю что где ты там проводишь детство это самое волшебное и душа навсегда туда тянет до душу я не всегда мысленно там ну и сказать знаешь в чем дело вот тянет и сейчас я туда рвусь нет конечно и когда есть здесь работа все меняется но лучше воспоминания воспоминания есть как в сказке честно сказочное детство да да безусловно вот там вот именно в горах где я жил там было очень много снега и зима это была особая знаешь особая зима том что там очень много снега санки дети собачки вот это как в картинке действительно хорошее здоровье воздух да да и вы знаете что сейчас вспоминаю здесь вот здесь чуть-чуть холодно и здесь с ума сходишь человек наверное это все с возрастом а я помню что когда у нас свитера на свитрах уже сосульки веселье и холодно не холодно не было вот ты заходишь домой свитер у тебя там сосульки уже висят и мама говорит вы же простудитесь там но все равно вот не вроде бы все было хорошо а значит в семье было трое детей и родилась диана родители стали замечать да что вот проблемы со зрением вы все стали замечать ее отдали в школу специальную для незрячих в тбилиси да вы знаете в чем дело дело в том что это сейчас модно наверное все меняется и модно показывать что ты особенный да не беременный ждешь ребенка и так далее тогда женщины были скромные они сразу же как только в положении они ставили то есть одевались более широкие чтобы позже заметили да и закрывались чтобы вот я честно говоря до последнего момента и не знал что мама беременная то есть это как-то люди не выпячивали тогда даже стеснялись беременности но другое время было вот и диана родилась и конечно у нас разница большая между нами 16 лет и так то я уже взрослый парень и появилась такая маленькая хрупкая девочка и моя сестра на год старшая и я начали помогать маме вышло что мы ее как бы вырастили диану и она была всегда удивительная всегда была особая всегда была не по годам взрослая и когда мы мы заметили что она вот что-то проблема буквально через месяц через месяц мама сказала что мне глаза не нравится и в этот же день в этот день святожидение было решено ее отвезти в что там было наверно поликлиника что-то и сразу же сразу же сразу же и буквально в течение там двух недель они уже были в москве на обследование был поставлен диагноз а к сожалению не самый лучший но самое главное опять же вот советские врачи надо сказать должное что они никогда не ставили точку и всегда говорю вот сейчас по час чуть-чуть пройдет она вот чуть-чуть сейчас сейчас пройдет надежду да 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 и вот мы потом дать для операции и подготавливаем путь глаза глазки глазки чуть-чуть вырастут и тогда то есть надежда была всегда если вы мы знали с первого дня что нет все . это удар был бы сильно было бы трудно пережить и вот я хочу сказать почему в чем твоя большая заслуга что естественно вы ездили проведывать ее каждый выходные уже когда на в школе в этой училась она там уже начала проявлять себя до петь и так далее был замените на чем дело дело в том что вообще очень трудно очень трудно понять или до конца шутить жизни интерната для чего для человека который там не был я представляю как это тяжело что я сам тоже пробовал мне не пошел на самом деле для девочки хрупкой понимаешь которая 500 километров от дома и оторваться конечно и 500 километров в час не так легко и доехать а тут тогда не такие были машины не такие были дороги и не всегда получилось конечно нити каждую неделю там бывало что в месяц один раз и слава богу но она на самом деле всегда отличалась там тоже в интернате том что она такая была раньше у нее сила воли была настолько она была правильная что девочки ее подружки которые курили они ээм стеснялись ее что не дай бог диана узнает что мы курим тоже там заложит или там нет конечно они настолько и уважали что они чистили зубы вот один она говорит сама что смотри говорит я знаю эту девочку и я знаю что по ее природе она не такая чтобы на 3-4 раза зубы чистила в день но раз она это делает уважительно ко мне относится я делаю вид что это не замечаю даже вот такая дипломатия для девочки еще школьницы там 6 7 8 класс это конечно удивительно это все мне кажется из воспитания семьи и вот тут я хочу сказать роль старшего брата потом когда уже диана стала петь ты начал ее уже как сказать как сегодня говорят не очень может быть такой приятное слово раскручивать я считаю что по-другому как-то должен ты стал ее пропагандировать скажем не знаю чем дело конечно говорят люди разные говорят но я тебе же скажу чтобы я не делал если диана сама не представляла бы из себя талант личности знаешь таланты кто-то сказал какой-то умный я не помню таланты как-то у человека 3 процента все остальное труд труд и труд и труд диана трудяга 90 сегодня тоже смотри такая маленькая она обеспеченная то есть по покушать попить где пожить у нее есть я знаю но тем не менее тоже ты же тоже ты же потом сам тоже ее сколько когда она стала популярной твоя роль она никогда я послушай а как брат что должен делать любой нормальный брат для чего брат и должен для этого и создан наверное брат чтобы защищать сестру защищать семью и маму и тогда то есть я тебе скажу что диана сама такая и когда мне говорят ну а у некоторых знаешь что я не знаю у некоторых наверное не хватает дипломатии говорят вот так если бы не роберт где бы была бы диана служба если бы не роберт тогда была бы другая дорога конечно конечно диана творческим людям всегда надо помогать нет ничего случайного конечно конечно сегодня тоже диана член общественной палаты диана председатель комиссии какой-то по я честно туда не лезу какой-то по инвалидам белые труси да диана диана у нее целый государственное бюджетное учреждение где она там главным человеком режиссером это называется центра социально культурной реабилитации где детишки слабовидящие мы иначе мы думали изначально что будет только слабовидящие слепые дети но к нам виктор начали другие дети приходить и в центре школы в москвы сегодня есть возможность родителям привести детей бесплатно обучать вокалу бесплатно обучать фортепиано всякие разные там очень очень-очень хорошие психологи там обучают танцы там на самом деле реабилитируют детишек которые чуть чем-то они закомплексованы боятся себя боятся чего и все это успевает диана причем при этом делает свои концертные тоже программы и на самом деле это все труд то есть у нее с утра до вечера все расписано я иногда говорю диана хватит отдохни чуть-чуть отдых в твоем понимании то что лежать на диване для слепого человека она столько перечитала книг виктор я тебе скажу что не буду называть на одном радио были недавно не ведущая там спросила я про какого-то а зарубежного писателя а вот диана вот и ты его знаешь один игры то ты какое произведение а я вот такой а я вот такой а настолько прочитала что дай бог зрячему человеку но вообще я с ней встречался когда вот мы встречались один раз во-первых заметно сразу что человек вот знаешь мы слепые люди мы как-то вот если лишены их зрения все-таки внутренним каким-то обладаем да вот таким видением с возрастом надо приобретается у некоторых до разу видишь внутренными чем мир человека она очень светлый человек она человек очень такой знаешь возвышенный до который не как тебе сказать вот ее дорога она именно светлая она именно вот делает добро там знаешь в чем дело виктор хвалить сестру сейчас сидеть на студии я понимаю я это я говорю они да вот и мне тоже это но тем не менее не сказать правду нельзя я тебе скажу что мы всегда в семье у нас же не было тогда при коммунистов тем более не было никаких таких инструкции допустим справки или чего-то какие-то пособие может быть они где-то были но для нас не было их чтобы как вести себя слепым человеком как помочь что правильное и так далее и мы вся семья максимально ей говорили внушали диана ты такая как и все правильно самое страшное когда тебя будет кто-то жалеть не дай никому себя жалеть и должна быть сильная ты должна быть уверена и так далее для этого на не знание важно из-за этого ее убедили и в 6 лет в 7 лет такая хрупкая девочка 500 километров от себя от своего дома оставив родителей там потому что папа четко сказал не будет образования ты будешь два раза слепая конечно вот и до сих пор это это так и вы знаете люди которые не буду красивые слова говорить и в москва тем более очень мне много делает последнее время для людей с ограниченными возможностями очень много даже был вот представить я не мог что это лет 15-20 назад что такое возможно вот и здесь абсолютно точно могу сказать мы делаем не только этих людей людей с ограниченными возможности больше счастливыми а когда государство и каждый допустим знакомые там сосед неважно родственник делает что ли что-нибудь один шаг в пользу мы счастливые делаем их родителей тоже родители а мамы папы не могут быть до конца счастливыми если у них ребенок с проблемой как бы как бы чтобы не было вот все равно есть тяжесть потому что я мы это прошли мы я это видел в глазах своих родителей и когда сегодня допустим наш центр заходят родители с детьми мама заводит ребенка и значит она видит что его ребенка занимаются ребенок в процессе ребенок обучается а ребенок улыбается и у нее счастье конечно она в этот момент забыла все понимаешь и занимаются не простые люди а занимаются люди действительно профессионалы и вот здесь на самом деле не сказать спасибо нельзя городу и руководство города что вот столько делается сегодня диана если в и наша вся команда если мы что-то сможем сделать конечно в мы не будем жалеть силы и это наверное самое доброе что человек может сделать помочь другому человек да вот все что ты сказал это действительно стоит дорогого и только те кто на собственном опыте или на примере своей семьи своих детей своих близких своих родственников видели что такое вот особенные как сегодня говорят дети только те понимают это до конца потому что знаешь те кто сегодня называют себя здоровыми да я их называю условно здоровым потому что никто не застрахован завтра каждый из нас может заболеть да и что угодно может случиться нужно это понимать ни на кого не надо обижаться надо надо просто идти вперед и так далее вы знаете в чем дело допустим у нас была такая ситуация что ребенок пожаловался слепой ребенок где они звонят на самом деле от владивостока до калининграда звонят обращаются разными проблемами знают что диана на самом деле слышать но то не только ушами но и сердцем тоже и максимально любое любое письмо которое или обращение которые есть я не она никогда вот что я могу вам сказать надежность что она никогда мимо не пропускает вот и был такой момент когда мальчика устроили в школу он был слабовидящим вот и инклюзивный метод типа он тоже со всеми остальными там сидит и обучается еще в этом же классе так случилось что появился мальчик на коляске и ты знаешь Виктор многие родители были против родители обычных детей типа мы не хотим чтобы наши дети учились с инвалидами ты знаешь в чем дело здесь не их вида вина обвинить человека можно там две секунды это общество так я думаю что это образование общества мы что же общество тоже воспитывается если до этого там сейчас процесс как ты правильно сказал много стали делать и обращать на это внимание вот поэтому действительно как говорят гуманность общества зависит показатель гуманности общества отношения год к таким людям с ограниченными возможностями но это гуманности да может быть но я бы не сказал бы просто это больше показывает что ты человек да правильно ты отличаешься от других животных ты умеешь видеть ты умеешь анализировать и принимать решение и сострадать самое главное сострадать почувствовать чужую боль наверное да ты знаешь в чем дело жить правильно максимально и когда ты видишь человек который переходит слепой человек переходит дорогу у него белая трость ты не надо его сдалека жалеть лучше если ты у тебя есть время и ты не боишься подойти спроси можно я вспомогу да можно к вам подойду и помогу не просто так подойти резко нет надо предупредить обязательно вот и я думаю что это главное и все соглашаться ну что допустим если кто-то подойдет тебе и ты спускаешься в метро вам помочь вы скажите ты же скажешь будьте любезны спасибо либо нет я жду так вот так всего лишь так роберт скажи вот несмотря на сейчас мы поговорили уже вот я хотел еще если можно затронуть такую тему мы уже поговорили я не достаточно много я сегодня все-таки хотел сделать героем тебя но тебя не получается никак сделать героем ты все равно переключаешься на диану вот я хотел узнать как ты решил стать ресторатором расскажи пожалуйста знаю чем дело я сейчас сейчас тебе скажу в детстве в детстве я хотел быть ветеринаром ну это как многие дети одни хотят летчиком другие любят животных ветеринаром а ветеринаром я хотел только из-за того что вблизи от моего дома там в деревне когда вот где бабушка и дедушка поэтому переехали потом жить после там шестого класса там был огромный животноводческий комплекс и я думал суши вот здесь буду работать и мне это нравится и так далее потом когда вырос уже другие что там и я закончу я закончил тюменский государственный университет я экономист и нас есть вот потом вернулся к себе в абхазию поступил в аспирантуру мне очень нравилось допустим университет лекции с молодежью работа почему нет вот и потом случилось так что вот мы переехали в москву москву переехали дня с дианой просто на двух стурах не смогу сидеть конечно это я за на свою там финансы и кредит абсолютно и времени осталось и начал заниматься с дианой потому что потому что с артистом должен находиться человек всегда и не один вот и в вот перед пандемией буквально уже у дианы взрослый ребенок муж помогает какой-то команда была создана все это и сказать честно и и всегда хочется вот всегда была мечта иметь свой ресторан звать туда друзей и знакомых а слава богу друзей и знакомых и приятелей очень много очень много не только в москве и в россии в разных вот и и я открыл ресторан у меня все прекрасно получилось но вот пандемия честно говоря хочется знаешь когда я я может быть мечтатель такой я хочу чтобы вся команда которая там работает они чуть чуть были другие чем особенные том что и ну одним словом в пандемии помощь помешала мы закрыли эту историю и я думаю что будет то время когда мы это продолжим так часто не работает сейчас нет к сожалению нет мы закрыли ну мне хочется знаешь сказать во первых что то что ты всеми все свои интересы все свои силы и способности вот приложил к тому чтобы диана стала тем человеком сегодня которым она стала да она и так бы может быть стала ты правильно сказал но с твоей помощью все-таки оперевшись на плечо брата когда брат рядом это самое ценное вот мне кажется ты являешься идеальным примером вот брата потому что не оставил сестру положение сколько я уж покрасил честно серьезно я тебе говорю так и есть и мне хочется чтобы ты несмотря на вот эти все временные вот эти всякие вирусы там и так далее жизненно продолжается хочется пожелать конечно идеи и тебе и всей вашей большой семье дружной чтобы самое главное все были здоровы кто вам дорог все кто рядом родственники пусть будет все здоровы и обязательно чтобы твоя идея вот с рестораном грузинской кухни была реализована потому что в москве много ресторанов но когда будет твой ресторан я думаю что многих захотят пойти потому что там будет выступать и диана наверное в этом ресторане и будут другие звезды спасибо огромное это не главное главное что я вот обратился бы к радиослушателям и сказал бы пожелание что я желаю чтобы вас всегда окружали родные люди честные люди друзья те которыми с которыми было бы всегда комфортно и удобно лучше этого нет самое главное это семья когда ты вечером бежишь потому что ты знаешь тебя там ждут вот и что лучше когда тебя ждут тебя не хватает и так далее у нас к счастью и с дианой тоже так у нас одна большая семья нет такого чтобы мы сегодня за день если вдруг даже не видимся несколько раз там наверно бывает больше десяти раз перезваниваемся как что где и так далее у нас дети одного возраста у нас одинаковые проблемы одинаковые радости мы делимся мы помогаем друг друга и так далее ребята я не умничаю но максимально надо слышать людей которые рядом и помогайте друг друга лучше этого ничего не сделать и когда ты уходишь из этого мира ты должен оставить не дом не сооружение а любовь ничего не унесешь может унести любовь воспоминание останется вот и я думаю что лучше этого я бы если бы все повернуть назад виктор я бы то же самое сделал бы и диана также я в ничего не жалею на самом деле вот я до хотел быть банкиром я хотела там был ресторатором я хотел бы там много чего ветеринара абсолютно то же самое сделаю потому что самое большое счастье я думаю для человека ты какой-то умный сказал не помню это уметь или мочь сделать счастливым другого человека когда благодаря тебя другой близкий счастливый что лучше этого и если это у меня получилось слава богу и я желаю чтобы ваши близкие ваши родные ваши домашние были счастливы и купались любви и понимания спасибо большое это роберт гурцкая брат и продюсер с дианы грудской но все-таки больше брат чем продюсер продюсер это уже такое слово но на самом деле замечательный человек человек большой широкой души вот и спасибо за то что сегодня пришел на программу особо важная персона до свидания сила особо важная персона эти люди живут рядом с нами или творят эпоху и творят историю современной россии в эфире первого социального радио авторская программа виктора тартанова